Департамент госдоходов призывает всех налогоплательщиков перейти на онлайн-взаимодействие. В связи с пандемией коронавируса и введением чрезвычайного положения в стране, субъектам бизнеса будет оказана государственная поддержка. Какая, расскажет моя коллега Вероника Вишневская. На данный момент рассматривается ряд послаблений для субъектов бизнеса, которые приостановили свою деятельность в связи с чрезвычайным положением в стране. Министр национальной экономики предложил освободить данный бизнес от налога на имущество на один год. Также прорабатывается вопрос сейчас о неначислении пени на период действия чрезвычайного положения по задолженности, которая имеется у наших налогоплательщиков. Также прорабатывается вопрос предложения об освобождении индивидуальных предпринимателей, которые работают по общеустановленному режиму об освобождении от налогов по основной деятельности. Кроме этого, есть послабления, которые уже вступили в силу. Это отсрочка по сдаче декларации. Предусмотрена отсрочка предоставления деклараций по сроку на 31 марта на 30 календарных дней. То есть все декларации, которые должны были сдаваться по сроку 31, а также в период действия чрезвычайного положения, к ним применяется отсрочка в 30 календарных дней. По словам Галины Бирюковой, сокращены таможенные и приостановленные налоговые проверки с выездом на места. А налогоплательщиков региона по всем вопросам призывают обращаться дистанционно.